Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим о достаточно актуальной теме, потому что остается все меньше дней до Нового года, а привести себя в порядок хочется, поэтому разговор сегодня будет о том, как похудеть к Новому году. Я, как любитель худеть со стажем, решила с вами поделиться своими методами, своими способами, как именно я буду приходить в форму, приводить себя в порядок к Новому году, чтобы быть красивой в Новом году, и как встретишь Новый год, так его и проведешь, поэтому у нас осталось очень с вами мало времени. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. И самое первое, с чего бы мне хотелось бы начать сегодня разговор, и это самое-самое главное, я всегда об этом говорю, когда говорю о правильном питании, о похудении, о здоровом образе жизни, это вода. Обязательно об этом все забывают, но вода это самое-самое банальное и самое правильное, что нужно нам, потому что сколько вы пьете воды, это напрямую зависит от этого вашей кожи, это очень-очень важно вот в этот отопительный сезон, потому что кожа и так безбожно сохнет, вы еще если меньше пьете, то она еще будет больше сохнуть. То есть обязательно пейте воду, за счет того, что сейчас не жарко, в общем-то в холодный период времени зимой, мы меньше пьем, нам меньше хочется, поэтому мы меньше пьем, поэтому обязательно следите за тем, сколько вы пьете воды. Я уже сделала целое видео, посвященное пользе воды, важности воды в рационе человека, обязательно посмотрите это видео, я прикреплю вам его сверху. Поэтому вода это наше все, обязательно не забывайте, уделяйте этому время, пейте воду, это будет только плюсом, потому что ваши обменные процессы будут поддерживаться в правильном ритме, также ваша кожа будет увлажненная и напитанная, все с ней будет хорошо, она будет меньше обветриваться, и также вы будете больше пить, меньше будете хотеть есть. Следующее, на чем мне хотелось бы остановиться, это физическая активность, потому что сейчас уже наступила вот эта зима, хочется больше полежать, не хочется идти на улицу, потому что там холодно, но очень важно поддерживать физическую активность, очень много способов поддерживать физическую активность. Вы можете достать лыжи свои, вы можете начать учиться, если вы умеете, например, кататься на горных лыжах на сноуборде, то есть всякие такие активные виды спорта. Элементарно вы можете просто пойти на каток, это тоже очень хороший спорт, который прекрасно укрепляет ноги, который очень хорошо развивает мышцы ног, и час катания на катке, почему бы и нет, это очень хорошая тренировка и очень весело, классно, можно пойти с друзьями, можно пойти с семьей, провести отлично время. Также хотелось бы отметить важность зарядки, потому что нам очень тяжело зимой подниматься с кровати, вылезать из-под теплого одеялка, очень холодно, нам неприятно, никуда нам не хочется, чтобы быть бодрее, веселее, чтобы запустить свой организм с утра пораньше, нужно обязательно делать зарядку. Обязательно выберите какой-то комплекс упражнений, который вам будет легко выполнить с утра, но который вас будет заряжать энергией, который вам будет именно давать то, что вам нужно с утра. И вам сразу становится тепло, хорошо, и вы сразу готовы к тому, чтобы бежать дальше что-то делать с утра, вы быстрее все будете делать, и как-то будет легче проходить ваше утро. Это тоже будет очень хорошим, скажем так, этапом похудения, перед Новым годом и приведение себя в порядок. Следующий момент это цитрусовые, употребляйте больше цитрусов. Традиционно у нас, конечно же, мандарины, самое любимое новогоднее зимнее лакомство, но я бы вам советовала все-таки употреблять больше грейпфрутов, потому что грейпфрут это очень полезная вещь, именно для похудения там содержится вещество, которое подавляет ваш аппетит. Если вы будете к вечеру кушать грейпфрут, во-первых, вы зарядитесь витамином С, который очень полезен в осенне-зимний период, потому что он укрепляет иммунитет и помогает нам бороться с инфекциями. Также вам будет хотеться меньше есть, и очень полезный вообще продукт грейпфрут, поэтому тоже возьмите себе на заметку. Это не значит, что вы не должны есть мандаринки. Мандаринки тоже очень хороший продукт, потому что, в принципе, все цитрусовые, они содержат огромное количество витамина С, который нам полезен, и также они достаточно низкокалорийные фрукты, и в них не так много сахара, как, например, в бананах. Следующий момент, который хотелось бы отметить, это здоровый сон, потому что именно здоровый сон заставляет нас чувствовать себя лучше, заставляет нас меньше кушать, потому что если человек высыпается, то он более бодрый, более свеж, и он меньше хочет заменять, скажем так, недостаток сна. Ученые очень давно уже установили, что недостаток сна человек компенсирует именно вкусной и далеко не полезной едой. И если вы будете высыпаться, если вам будет хватать сна, то ваш организм будет меньше чувствовать стресса, который нужно будет заедать, вы будете, в принципе, бодрее, вам будет намного лучше, и кушать вы будете хотеть меньше. Также хочется отметить, что зимой очень классно проветривать именно комнату перед тем, как лечь спать, потому что именно 5 минут проветривания перед сном даст вам как раз-таки вот этот вот свежий воздух, насыщенный кислородом, и вы очень-очень быстро заснете, и очень будете хорошо высыпаться в проветренной комнате и с таким морозным воздухом. Следующий момент, это, конечно же, употребляйте витамины, какие-нибудь поливитамины. Я не знаю, я сейчас для себя выбираю витамины, то есть у меня есть Биомакс-упаковка, которые мне очень нравились, но большинство врачей почему-то их как-то вообще не одобряют, и не то, что они не одобряют их, они их не знают. Я не знаю, почему, вроде такие простые витамины, но их большинство врачей не знают. Те витамины, которые мне посоветовала врач комплевит-антистресс, они мне не подходят. Сейчас я думаю, что я буду выбирать Субрадин, потому что у подруги я попробовала, мне они безумно понравились. Субрадин именно такие, как детские желешки, не желешки, а мармеладки. Очень-очень классные, мне они понравились. Я думаю, что я выберу их себе на зиму. Не пренебрегайте витаминами, выбирайте для себя подходящий именно комплекс витаминов, потому что вы будете себя поддерживать в хорошем состоянии, вы будете себя лучше чувствовать, ваш организм не будет испытывать нехватки витаминов и не будет их чем-нибудь замещать. Следующий аспект, который тоже очень важен, как раз таки, чтобы привести себя в порядок очень быстро, это белковая диета. Старайтесь больше кушать белков, потому что зимой, в том числе и инфекционные заболевания, они больше цепляются к людям, которые не доедают белка. И те, кто не доедает белка, они сильнее страдают какими-то простудными заболеваниями, в принципе, ослабленность организма, поэтому кушайте больше мяса, больше нежирного мяса желательно, больше молочных продуктов, кисломолочных продуктов, рыбы, яиц, все это очень-очень полезно. И сконцентрируйтесь именно на белке в своем рационе, потому что белки, во-первых, они больше дают, скажем так, они строительный материал для нашего организма, и они меньше накапливают влаги, у вас уйдут отеки. Поэтому больше все-таки сконцентрируйтесь на белках сейчас, перед Новым годом, старайтесь меньше есть жирного, меньше углеводов. Таким образом, у вас будет более сбалансированная питание, таким образом, без каких-то особых голодовок, без стресса для организма, вы придете к Новому году в более лучшей форме, с небольшим минусом на весах. Следующий аспект, который очень немаловажен, особенно когда вы стараетесь в короткие, сжатые, строгие, прийти в форму, похудеть, это, конечно же, уход за кожей. Старайтесь увлажнять кожу, старайтесь ее питать, делать массажи, очень хорошее средство для упругости кожи, для ее увлажнения, питания, это кокосовое масло, я вам советую использовать кокосовое масло на ночь, на кожу, потому что она будет более напитанная, более увлажненная, и легче перенесет все ваши похудения, будет более упругой, будет лучше смотреться. Поэтому старайтесь ухаживать за кожей, это очень-очень важные пункты, особенно когда вы приходите себя в такие вот сжатые сроки за 2 недели, грубо говоря, до Нового года. Также хотелось бы отметить, естественно, что ваша калорийность дневная должна быть с вами подсчитана, и она должна укладываться все-таки в рамки определенные, то есть если вы тратите в день 1500 калорий, а съедаете 2000 калорий, все-таки 500 калорий, они никуда не деваются, они где-то откладываются, поэтому нужно все-таки поставить себя в рамки калорийности, стараться сбалансированно питаться и учитывать все предыдущие пункты, которые я вам рассказала сегодня. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, там я иногда скидываю свое меню, показываю результаты своих тренировок, рассказываю о косметике и обо всем, что происходит в моей личной жизни. Также помимо этого подписывайтесь на меня в Перископ, там я тоже зарегистрирована, иногда веду интересные трансляции, рассказываю о том, где я бываю, что я делаю, отвечаю на ваши вопросы. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, какие еще методы похудения вы знаете, какими вы пользуетесь, как привести в такие короткие сроки свою фигуру в порядок, будете ли вы ими пользоваться, или вы уже считаете, что ваша фигура в порядке, и вы вели себя в принципе хорошо, не ели ничего плохого, и вы весь год поддерживаете себя в отличной форме. Давайте устроим рассуждения на эту тему в комментариях, и все, всех вас люблю, целую, спасибо, что вы были со мной, встретимся в следующих видео, пока-пока!